Причины мужской агрессии в отношениях с женщинами. Делай вот так, веди себя вот так, иди туда. Я же ему не желаю зла, я же указываю из хороших намерений. Его агрессия по отношению к этой женщине будет расти. Я о нем забочусь как о немощном счаждании. Тераслав, что мне стать черствой, что нельзя о мужчине заботиться? Так а как тогда? Чем ты вибрируешь? А какие от тебя исходят вибрации? Если ты выбрала мужчину, но не готова идти за ним, тогда вопрос, зачем ты его выбирала? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Итак, первая причина – это спор с мужчиной и настаивание на своей точке зрения. Некоторые девушки могут сказать, а что мне заткнуться, Ярослав? А что мне молчать? А что я не имею права выражать свое мнение? Безусловно, ты имеешь право и нужно выражать свое мнение. Вопрос в том, как мы это делаем. Вопрос в том, как ты это делаешь. Если пока что ты умеешь это делать только через спор, а что такое спор? Спор – это война. А где ты научилась этому? Возможно, твои родители так выражали твое мнение. Возможно, твое окружение, подружки также общаются с мужчинами. Они, например, слышат какое-то мнение мужчины, и они с этим не согласны. У них есть свое какое-то мнение. И для того, чтобы донести им свое мнение, им нужно это делать через спор. Правда, это не единственный вариант в жизни. И тут ключевое то, что если пока что ты умеешь только спорить с мужчиной для того, чтобы выразить свое мнение, это, важно понимать, вызывает агрессию мужчины. Почему? Потому что перед ним женщина. Вроде бы милое создание, которое по природе, о которой мужчина должен заботиться, которое должен делать счастливой, но это милое создание со мной воюет. Соответственно, она проявляется как соперник-борец. А я не хочу соперника и борца, и конкурента делать счастливым. И поэтому здесь происходит несостыковка и конфликт, и со временем этот конфликт только усиливается. Вторая причина – это критика мужских действий, поступков, осуждения. Ты не так себя ведешь, у тебя не то настроение, ты это делаешь не так, ты как-то плохо как-то разговариваешь там с родителями или со мной. Еще раз, это критика. Почему девушка, женщина критикуют мужчину? Потому что ей кажется, у нее есть какое-то убеждение, мнение, что я сейчас его покритикую, тем самым он услышит, что он что-то делает не так, и это приведет к тому, что он будет вести себя по-другому. И почему так мыслят многие женщины? Потому что они также выросли в критике. Родители нас как растили? Ребенок ведет себя как-то не так. Что нужно делать? Его нужно поругать, покритиковать, осудить, и тогда он становится более правильно себя ведет. Но важно понимать, что большинство детей, которые так воспитывали, я в том числе таким был ребенком, мы хорошо себя вели не потому, что мы так хотели, а потому что у нас не было выбора. Потому что родитель, его авторитет был очень сильным, и у нас не было выбора. У нас был вариант либо быть послушным, либо быть наказанным. И большинство детей выбирали быть послушными. Но вырастает мужчина и женщина, и женщина, по сути, повторяет вот эту модель поведения. Но важно понимать, что это не ребенок, и даже если в моменте он там что-то исправится, его агрессия по отношению к этой женщине будет расти. И рано или поздно она будет выходить наружу. Следующая причина мужской агрессии, это когда женщина указывает, как поступать, как себя вести. То есть одно дело можно критиковать, а другое дело говорить, делай вот так, веди себя вот так, иди туда. Это некая такая указательная форма, может быть, даже некая форма учителя. Это может быть даже вроде бы в форме советов. Советов, да, я же ему не указываю, ему просто посоветовал. И я же ему не желаю зла, я же указываю из хороших намерений. Может быть, и я не говорю, что ты это делаешь из плохих намерений, или что ты плохой человек. Моя задача в этом видео просто объяснить причины следственной связи. И когда мужчине кто-то что-то указывает, опять же женщина, которая хочет, чтобы мужчина делал ее счастливой, это вызывает мужскую агрессию. Следующая причина мужской агрессии – это такая материнская забота. Забота как о маленьком ребеночке, как о маленьком сыночке, как о каком-то немощном создании, какое-то чрезмерное вот это сюсюканье, чрезмерное желание мужчине помочь, спасти. Кто-то воздействует, а что, мне нельзя быть, Ярослав, что мне стать черствой? Что нельзя о мужчине заботиться? Так а как тогда? Важно понимать, что забота может идти с позиции «Я забочусь о маленьком младенце, о маленьком ребеночке», или «Я забочусь о взрослом человеке, о взрослом мужчине, о взрослом способном, сильном мужчине». И это разная форма. Как отследить это в себе? Просто задай себе вопрос. А когда я мужчине забочусь, я чувствую себя как то? Я вижу перед собой кого? Я как мама и передо мной ребенок? Или я забочусь как такая банальная метафора «тигрица о тигре», да, например, или «львица о лве». Ключевое – это какой я себя чувствую, когда я забочусь о мужчине. Я как кто? Я женщина или я мама? Я спасательница или я женщина? И это можно представить даже во время, когда мужчина болеет. Я о нем забочусь как о немощном чуждании, или как о чемпионе-победителе, который временно прихворал. Следующая причина мужской агрессии – это, я считаю, достаточно банальная, это отказ мужчине в сексе. Регулярный отказ. Я сейчас говорю про отношения. Это когда женщина начинает сексом манипулировать. Вот ты как-то не так себя ведешь, поэтому секса от меня не получишь. Я понимаю, что для некоторых это может звучать достаточно банально, но это нередкая причина, которая вызывает также мужскую агрессию. Следующая причина мужской агрессии – это контроль его действий. Что там он с кем переписывается, что у него там в телефоне, что он на компьютере, а чего это он задержался на работе, а чего это все работают до шести, а он что до семи. Желание контролировать – это что? Это страх. Страх – это недоверие, и поэтому, когда мне страшно, я не доверяю мужчине, чтобы мне как-то избавиться от этого страха, вместо того, чтобы его проработать, прокачаться как женщина, я что буду? Я буду контролировать. И, например, мужская тирания – это что? Это что же контроль? Мужской контроль – это когда мужчина так на того не смотри, туда не ходи. Это о чем? Это о том же страхе. О страхе доверять женщине, которую он выбрал. Тут мы говорим не про женскую тиранию, а про… Ну, это тоже некая форма тирании – желание контроля. И чем больше ты пытаешься контролировать мужчину, и неважно, считаешь ты себя, это нормально, что… Ну, некоторые женщины могут сказать, ну, контролируйте. Это же мой мужчина, я имею его право контролировать. Или же другая ситуация, что ты вроде бы и понимаешь, что контролировать мужчину – это плохо, но ничего с собой поделать не можешь. В любом случае, это вызывает мужскую агрессию, мужское недовольство. Опять же, глубинная здесь причина – то, что ты мужчине не доверяешь. Понятно, ты можешь сказать, ну, Ярослав, я же не виновата, что мне мужчины там прошлое изменяли, теперь мне сложно доверять мужчинам. Безусловно, просто мужчина, с которым ты сейчас в отношениях, он не виноват в том, что в прошлом у тебя были какие-то события, которые сейчас заставляют не доверять мужчине. И важно понимать, что если ты не доверяешь мужчине, чем больше ты пытаешься контролировать, тем от этого лучше не становится. То есть, вот эта мысль, что если я буду мужчину контролировать, и от этого усилится его какая-то верность или гарантия его верности – это иллюзия, и это вообще абсолютно противоположно в жизни происходит. Следующая причина мужской агрессии – это стремление женщины принимать стратегические решения, то есть некое такое замещение роли главы семьи. Например, что это может быть? То есть, если ты уже выбираешь мужчину, и он говорит, что нам сейчас лучше переехать в какую-то там другую страну или в другой город, и он мыслит при этом с точки зрения развития, движения вперед. Если ты уже выбрала мужчину, тут, понимаешь, нельзя быть немножко беременной. Либо ты выбрала мужчину, и ты идешь за ним, либо если ты выбрала мужчину, но не готова идти за ним, тогда вопрос – зачем ты его выбирала? Просто важно определиться, чего ты хочешь. Но если ты хочешь рулить в отношениях и при этом, чтобы мужчина был мужчиной, ну это невозможно. Или же другая история. Конечно же, есть слабые мужчины, которым выгодно быть возле женщины, которая принимает важные решения, которая рулит. Ну, у таких мужчин это не вызывает агрессию. Им, наоборот, это удобно. Но другой вопрос – счастлив ли от этого женщина в итоге. Ну и глобально, что вызывает мужскую агрессию? Вопрос даже, я больше рассказал про что, что происходит, что вызывает агрессию. Глобально также важно понимать, как, что, какой мой фон, женский фон. В английском языке есть такое слово vibe, vibes, да, что, чем ты вибрируешь, а какие от тебя исходят вибрации. В русском, на русское это можно перенести фониш, какой твой эмоциональный фон, чем ты фониш. Задать себе вопрос, а я когда с мужчинами общаюсь, я с ними как общаюсь? Сверху вниз? То есть, например, что я умнее, я главнее, я круче, а они какие-то что-то там такие слабые, то есть сверху вниз. Либо я общаюсь снизу вверх, то есть, по сути, ой, какие мужчины классные, и я, очень мне страшно остаться одной, поэтому я буду заслуживать любовь и отдавать всю себя, лишь бы меня взяли, лишь бы меня не бросили. Не важно, мои желания не важны, я все буду услуживать мужчине. Но глобальные мои посылы, то, что я транслирую как тренер, как психолог через программы, там, высшее женское образование, путь женщины, через бесплатный онлайн-курс мужчины, честная инструкция, это не про позицию снизу вверх и не про позицию сверху вниз, а с позиции равности. Равности. И для того, чтобы с мужчиной быть равной, не обязательно быть с ним одинаковой. Для того, чтобы с мужчиной быть равной, это не значит, что ты тоже должна, там, строить, не знаю, большие бизнесы или великие карьеры. Или не строить, тут суть не в этом. Позиция равности, это и есть уважение. Что такое уважение? Это когда я понимаю, кто такой мужчина, кто такая женщина, в чем их различие их ролей, в чем их дополнение друг друга в отношениях. И, по сути, в моем понимании уважение, это когда я это понимаю, и я, ну, как бы этому следую. И неуважение к мужчине, вот те примеры, которые перечислил по пунктам, это примеры неуважения к мужчине, которые выражаются в определенном поведении. Уважение – это не про то, что я, ну, как бы, так, корректно, так сказать, вежливо общаюсь. Это вопрос, по сути, то, что у меня внутри, то, как я воспринимаю мужчин, то, как меня воспринимают мужчины, и важно стремиться к равности, и в мужчинах видеть мужчин. И если в каких-то ситуациях мужская агрессия всплывает, важно не просто реагировать на нее как-то, есть отдельные видео на эту тему, а важно разобраться в причинах, в чем источник, в чем корень проблемы. Например, в одном из разборов в Инстаграм была девушка, которая говорит, Ярослав, я только начала проходить путь женщины, и я правильно начала отвечать мужчине, когда он агрессивен. Я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп, давай перед тем, как разбирать, как правильно отвечать, давай разберемся, в чем причина его агрессии. И мы выяснили, что причина в том, что он там решает там садить огород, а она ему начинает раздавать советы, что это неправильно. Я говорю, а почему ты ему раздаешь такие советы? Она говорит, ну как, потому что я знаю, что он бросит это, он начинает и бросит, я говорю, а тебе какая разница? Тебе какая разница? И вопрос в том, она думает, что это неправильно, она начинает его контролировать, он злится, и она начинает ему правильно там что-то отвечать, а это не работает. Поэтому важно всегда относиться к мужской агрессии как к какому-то изъяну или какой-то там жести, а как причина следственной связи и разобраться в чем причина. Или же, да, есть такие варианты мужчин неадекватно агрессивных по жизни. Ну если у тебя такой, ну тогда что ты с ним делаешь? Или если у тебя такой был и больше у тебя таких мужчин нет, радуйся, кайфуй, что это было в прошлом и наслаждайся уже достойными мужчинами в твоей жизни. Если для тебя важно прокачаться как женщина, еще больше понимать психологию мужчин, понять как же сделать так, чтобы мужская агрессия вообще не была в ваших отношениях, в вашей семье, а мужская агрессия, которая от природы является нормальной, чтобы эта энергия была направлена на достижение целей, на материальную реализацию мужчины и на плоды, чтобы плоды этой реализации инвестировались в ваши отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс Мужчины. Честная инструкция. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!